Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, мы продолжаем играть карьеру за Арсенал. И в общем, я наверное все-таки буду меньше делать такие вещи за кадром, но не знаю, нравится вам это, интересно ли будет следить за этим или нет. В общем, я немножко поискал на трансферах игроков, которые могли бы не то чтобы усилить наш состав, то есть я считаю так, что для успешной кампании в Лиге Чемпионов нам нужно по одному игроку экстракласса на каждую позицию. Одного защитника экстракласса, одного полузащитника экстракласса и одного нападающего экстракласса. В общем, поискал я англичан в чемпионате, ну в чемпионшипе английском, поискал англичан перспективных, то есть молодых парней на каждой из позиций. Поискал во Французской Лиге 2 и просто во Французской Лиге там есть центральный оттекущий полузащитник один, который мне довольно интересен. Но по ним пока еще никаких особых скиллов нет, я ищу себе опорника. Чтобы он был выносливым, высоким и довольно быстрым, это то, что мне нужно игрок на будущее. Также я пытаюсь найти защитников молодых на подмену основным своим, чтобы я мог избавиться. Ну, не то чтобы избавиться, а продать игроков, которые мне не особо нужны. Типа вот, ну, вратарь Хадарт 56 рейтинг, я не думаю, что он во что-то вырастет, хотя ему в принципе 17 лет. Плюс он, ну в принципе, довольно высокорослый, английский вратарь, что было бы неплохо. Я постараюсь находить именно английских игроков, чтобы, ну, так как клуб все-таки у нас английский, и французов, так как, ну, Арсенал не равнодушен к французам, как и Арсен Венгер, который у меня, по идее, все еще в штабе остался. Я продам Мура, я продам Викерса, я продам Мартинеса, если вообще кто-то купит. Также у нас не будет дебюши, то есть мне нужен дополнительный правозащитник. Ну, в общем, на любую позицию мне пригодятся молодые игроки, чтобы здесь у меня уже не вот эти парни были, которые мне не нужны особо, вот. А были парни, которые действительно, я мог бы которых выпускать, проверять их и давать им шанс. А к помню, это у нас уже есть на форварде, неплохо действует. Вот, его я оставлю, потому что нужен второй состав, и чтобы это именно была молодежь, которая могла вырасти. И давайте я, вместо того, чтобы разглагольствовать, я думаю, что вот в этой серии мы сыграем матч, и потом мне придет отчет о большинстве из игроков, и мы тогда уже с вами их подробно посмотрим, и я постараюсь понять, кто из них все-таки мне нужен будет, а кто нет. Я не думаю, что они прям очень-очень много будут стоить, денег нам, скорее всего, хватит. И так как трансферы начинаются уже очень-очень скоро, сейчас вот у нас матч будет против КПР 26-го числа дома. Потом пройдет один день, за которым мы как раз про трансферы посмотрим, узнаем с вами, поразговариваем над темой. Ну, то есть, кто пришел только для матча, посмотрит матч и может видео выключать, а с остальными я еще посижу на трансфере поработаю. Вот, и Вестхэм, и по сути дальше начинается трансферная кампания, поэтому я хотел бы, ну, как настоящий тренер, скажем так, быть готовым заранее, чтобы у меня уже был список игроков, которых я действительно хотел бы себе купить, чтобы я знал, кого я хочу продать. В общем, все, хватит разглагольствовать, поехали играть матч дома против КПР. Последние матчи у нас очень хорошо складываются, неплохая серия у нас пошла. Обыграли Столк, обыграли Шахтер, обыграли Нью-Касл, обыграли... А кого мы там еще-то обыграли? Мы еще кого-то обыграли. Так, сейчас я по календарю посмотрю. А, ну вот, Шахтер, Нью-Касл, Столк был. Дальше мы обыграли Солд Гемптон дома 2-1. Выиграли Ливерпуль с учетом 4 дня от прошлой серии. Теперь КПР. КПР, который, в принципе, может нам доставить проблем, я думаю. Давайте посмотрим на таблицу. КПР находится на 16-м месте, у них 10 ничьих, то есть они могут не то, чтобы даже игру засушить, а стараться удерживать результат даже ничейный. Вот, и Диаби, кстати, у нас в КПР играет. Харри Реднам говорит, Карвали настоящий джентльмен. Ух ты, Харри Реднам говорил про моего игрока. Харри Реднам подчеркнул дисциплину игроков Арсенала, а Вильям Карвали вообще удостоился от него отдельной похвалы перед надвигающимся матчем. На пресс-конференции Харри Реднам заявил, дисциплина важна для любой команды, особенно для Арсенала и Шепарда. Если вы посмотрите, как играет Карвали, то увидите, что он, как никто другой понимает, важны дисциплины самоконтроля на поле. Карвали, кстати, у нас, ребят, должен от травмы уже скоро оправиться, и в начале января я смогу уже потихоньку возвращать вас новую, давать ему место. В общем, посмотрим. Вот тут уже слева выскакивает несколько игроков, которых я искал. Но, в общем, не в этом суть. Все, поехали. Матч против КПР, как обычно, на легендарную сложность. Я думаю, я даже дождь поставлю. Против нас будет играть Варгас. Между прочим, то есть тут все не так просто. Мы, по идее, дома играем, так что пусть они одевают гостевую форму. Например, в полоску, наверное, лучше. Или вот эту темную. Нет, я бы тогда в гостевой сыграл, а они пусть играют в белой. Так, состав менять не будут. Меня Мисутазил абсолютно не устраивает. Просто я не могу им играть. То есть он вроде бы и на поле находится, но его действительно не видно. Его просто не видно. Нам нужен Луис Холби, но так как Луис Холби только в начале... Ну, то есть в межсезонье, после окончания этого сезона я смогу его подписать. Потому что он там в Гамбурге в аренде играет. И мы после этого матча, кстати, с вами еще посмотрим, как он там играет. В общем, я прям так, ну, по атмосфере хочу все записывать дальше. Надеюсь, вам понравится. Но если кому-то не понравится, то я вас не заставляю смотреть эту карьеру. Есть много других видео и проектов на канале. В общем, поехали. Эмирейт Стадиум, Арсенал встречает КПР. Дождь. Заруба будет, я думаю, еще та. Даже несмотря на 16 место КПР. Мы настроены по максимуму. Если они что-то нам смогут... Опаньки, у них Сандра есть. У них есть Сандра, довольно хороший опорник в игре. То есть, в реальной жизни я как-то его не особо рассматриваю. У них есть Ферр, голландец. Высокий также полузащитник, который сможет с нами побороться. Да, Исла еще. Ох ты. Состав-то хорош. Я удивлен, что они на 16 месте идут. Их тренер. Харри Редноб. Хорошо. Мы готовы. Мауриси Висла нам показывает. 26-летний полузащитник. Фух. Ну что ж, ребят. Поехали. Ставим даже, наверное, не контратаку. Наверное, даже стоит поставить командный прессинг и атакующую схему. Все-таки дома играем. Вперед. Мисутазил. Волкот. И можно забивать. 1-0. Вот так вот просто. Тео Волкот. В прекрасном настроении он находится. Стал чаще в основе выходить. Вы посмотрите. Ну, Мисутазила дал голевую. Вот как вот только я что-то скажу про Мисутазила, как он. Или голевую отдаст, или общий гол забьет. Я не знаю. Многие просят его оставить. Ну, вот серьезно. Мне кажется, что как только Холби появится в моем клубе, то игра будет по-другому идти. И Холби, ну, даже ощущается для меня, как другой игрок. Хотя, и уважаю Мисутазилой, я честно думал, что он будет играть как надо, но реально он вообще незаметен. Дыши. Ох, как же он хорош. Передача вперед. Мамфис Депай. Обходит он. Ох, удар. Маккарти сейв. Неплохо мы их придавили. Я думаю, что если счет будет для нас комфортным 2-0, то, наверное, основных игроков я отправлю на скамейку запасных отдыхать, потому что следующий матч буквально через день против Вестхэма. Очень сложный календарь. Бартон пяточкой. Холит. Тоже пяточкой. Варгас. Все мы знаем, насколько Варгас опасен. Гае. Рэмси. Ну, против него, по-моему, правила были нарушены, но судья вообще никак не отреагировал. Аноха, Фер. Что же он будет делать? Передач на Ислу. Ислу отдает обратную. И, ну, это наш шанс убежать. Уилшир. Пас вперед, Алексис Санчес. Вот так вот обыгрывает. И нужно забивать Алексис. Штангу попадает на добивание. Кто там? Месутазил прибежал. Неразбериха полная в штрафной. КПР. Месутазил слева. Рикошет. И что здесь? Санчес вон борется в подкаре. Катя летит. Варга, сух, как гаев. Я у него меньше-то брал. Ну, все, побежали. Снова контратака Арсенала. Там Алексис Санчес подключается. Но открылся бы он вперед. Нет, он открывается как надо. Он знает, что делать. 2-0. Волка тут дает голевую. Тео в середине. Ну, даже, точнее, под конец первой половины сезона. Очень сильно мне пригодился. Очень он классно играет. И Алексиса воротарь сбивает. Вот Санчес успел забить. Я думаю, как раз Алексиса я заменю. Дам ему отдых. Шесть мячей он забил. Ну, и там дальше посмотрим. Да, 2-0. Как я примерно и говорил. Мистозил, наверное, тоже отдохнет. Потому что он уже устал. Ой, какая интересная передача. Уилшир. Сам прошел. Да неужели? Я пытался пас отдать. Джек Уилшир. Прошел сам удар. Ой, 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 ой. 3-0. Арсенал великолепен, дорогие друзья. Я думаю, ну, вы сами все видите. Как мы играем. Правильное настроение. Хорошая мотивация. И вот, пожалуйста. Какой прекрасный гол. С левой ноги воротарь просто не удел. Вы посмотрите. Крученый мяч. Джек Уилшир. Шикарно он сыграл. Просто шикарно. Отличный удар. И вот, пожалуйста, преимущество уже более чем комфортное. Но расслабляться, естественно, не стоит. И есть возможность дать шанс молодым игрокам. Сюда проявить. И за тем, кто не часто выходит на поле. Свисток просвистел. Болельщики наши аплодируют игрокам. Они этого заслужили. В первом тайме. 3-0. Мы набираем ход потихонечку. Так. Параллельных матчах. Ливерпуль 1-0. Берли. МЮ с Ньюкаслом играют 1-1. Это хорошо для нас. И кто же еще? Манчестер Сити. Вазбрович 1-1 играют. Но если наши прямые конкуренты потеряют точки, мне кажется, это будет только нам в плюс. Итак. Вадири выйдет на место ЦАПа. Акпом. Войдет в центр вместо Санчеса. Ну и Серхи Роберта в принципе я мог бы заменить. Поставить в центр вместо Уилшера. Но Уилшер пока что справляется. Не буду торопиться. Если что, то перейду в 2 нападающих вместо 3. А я прямо сейчас могу в принципе на нее перейти. Вот так вот. Будем играть 2 нападающих. Волкот и Акпом соответственно. Уилшер водил я. Рэмси здесь. Депай. На позиции ЦАПа. Ну и там вместо Волкота или Уилшера можно бы Джурова упустить. 3-0. 3-0. Вот такое вот комфортное преимущество. Хорошо. Нужно теперь второй тайм доиграть. Так же хорошо, как и первый. Не было, не было нарушения правил. Хорошо. Водили ее. Акпом. Но это надо сбивать. Ой, ой, ой. Удар прям по центру. Хороший был момент. Ой, Акпом. Какой тонкий пас. Волкот. 4-0. Волкот должен поблагодарить, мне кажется, Акпома. Но Волкот играет на скрипке. 4-0 на 55-й минуте матча. Хорошо. Но здесь не было нарушения правил противозащитника. Арбитр свистеть не стал, а он все видел. Значит, раз не свистнул, фола не было. Уолкот. Пятый мяч тем временем забивает ВПЛ. Да, мы будем играть с Эсхэмом. Сразу после этого матча. Но в другой серии, естественно. И кто же это выходит? Исла. Получил небольшую травму. Неужели его с поля убрали? В тот момент я проглядел. Чемберс вынести нужно. Абудиаби, кстати. Вместо Сандра. Сандра сегодня игра не пошла. Я думал, что как раз он может нам привести проблем. Но Исла с Варгасом вообще себя никак не показывает. Хотя вот сейчас, может быть, какая-нибудь атака чинник приведет. Абудиаби, которого я продал в КПР. Сейчас выходит играть против нас. Мэнфис Дупай. Пас на Акпома. Акпома. Ой-ой-ой-ой. Добивать нужно. Это гол. Мэнфис Дупай. Успокаивает болельщиков персонала. Говорит, ребят, нормально. Ко второй части сезона мы разогнались. Все пойдет как надо. 5-0. И ведь все поделал абсолютно. Девятый мяч ВПЛ Дупай. Мы просто разделываемся с КПР и перехватываем все их начинания в атаках. Тут же доставляем мяч вперед себе и реализуем моменты. А вот сейчас Ислу упустили на вес. Не очень точно была передача. Ох, ох, ох. Дышили ее. Я надеюсь, Милан не продаст его. Я очень на это надеюсь. Лерой Ферр уходит с поля. Тоже вообще никак себя не проявил. И вот это уже интересно. Дельта Арапт. После аренды в Милане, где он очень-очень неплохо играл. Вернулся обратно в КПР. Сейчас посмотрим, что он может нам показать. Хотя, ну, счет 5-0, я думаю, мало что. Хотя, кто знает. Уиллшер. Вы посмотрите, просто супер мотивирован. И снова, еще один отбор подряд. Так, ну и на последнюю 10-минутку. А, Волк это я не хочу. Не хочу, конечно, мять, но выпущу все-таки Лерой. Может быть, он успеен был забить. Ну и здесь минутная. Т. Волк получает свои заслуженные аплодисменты. Великолепно отыграл. И идет отдыхать. Готовится к следующему матчу против Вестхэма. Депай, Уиллшер, Журу. Убрал сразу же удар. Маккарти засейвил. Так, последний шанс для КПР. Навес. Гая. Выносит мяч. Все. 5-0. Вот это победа. Я даже не ожидал, что все будет настолько просто. Хотя, с другой стороны, во втором тайме-то мы фактически не вскрывали оборону соперника. Все равно матч не был прям уж таким легким. Да, у КПР мало что получалось, но у них точно 5-89. Я думаю, что здесь даже больше не они плохо сыграли, а мы сыграли очень хорошо. Уолкот, дубль, Санчес, гол, Депай, гол, Уиллшер, гол. В общем, гол Уиллшера был просто замечательным. А к ПОМ голевая, мисс ФТ Зил, 2 голевых. Это у Уолкот, одна голевая передача. Вот так вот. Вот такой итог этого матча. Давайте посмотрим яркие моменты. Голд у Уолкот, который мы очень-очень быстро забили. Но вы посмотрите здесь. Что вот здесь могли сделать игроки КПР? Пас. Касание Санчеса дает между ног. Азил принимает мяч. Ждет забегания. И здесь ошибка центрального защитника. Уолкот разбирается с соперником. Санчес там еще и успел в штангу попасть. Вот, пожалуйста, тоже, да? Казалось бы, что тут он мог сделать? Санчес просто его обыграл и все. И забеян здесь было бы соперника. Но Санчес забил спустя несколько минут. Быстрая контратака. Уолкот отдает передачу и Санчес забивает. Дальше. Уиллшер, то же самое. Азил выигрывает борьбу. Скидывает мяч. Уиллшер принимает его. Обманывает Джои Бартона. Обрабатывает немножко мяч и забивает прям под перекладину. Супер шикарно. 55-я минута матч. Казалось бы, да? Полузащита в линию. И мы ее уже фактически прошли. Четыре защитника. Уолкот отдает передачу. Акпом контролирует мяч между ног защитнику. Здесь, мне кажется, ну я даже не знаю, был ли тут фол. Все-таки защитник, скорее всего, влетел. Да, он сам, в принципе, здесь прыгнул. Зачем-то Калкер пытался уолка-то сбить, но тот остался на ногах. Прошел дальше и абсолютно спокойно забил. Мэнфис Депай гол на 66-й минуте. Опять быстро убежали в контратаку. Акпом обманывает, останавливается. Бьет сам. И ведь мог между ног попасть, и мяч бы залетел на тот скок. И Депай. Вот такие вот моменты у нас были. Не нужно сейчас расслабляться. Так, Риверпуль выиграл. Кто там еще выиграл. Мы, кстати, теперь, даже если Манчестер Сити выигрывает после 18 наших матчей, мы будем держать за собой первую строчку. У нас теперь 37 забитых и 17 пропущенных. Нужно, самое главное, теперь пропускать меньше, забивать чуть больше. И нам пришло куча наших запросов. Итак, смотрим. Жозу Гомес заинтересовал. Недавно в Чарльтин пришел, не хотят его. Дальше. Рафаэль Кальвет. 160 тысяч евро. Ну, видите, просто какие-то копейки. Вот набил Фекир. С ним же тратнее. Он 5 миллионов будет стоить. Но мне кажется, этот центральный токучий полузащитник будет очень хорош. Я вот в Ultimate Team им играл. Вот. И если кто-то матч посмотрел, ну, и неинтересен вам трансфер, то на этом моменте уже можете выключать дальше. А для тех, кому интересен трансфер, смотрим. Николас Говору. 775 тысяч евро. 180 тысяч евро. Пока для вас все это просто имена. Так. В аренде Донор Ван Дэниелс находится. Дэнн Берн, 450 тысяч евро. Я реально миллионов на 7 могу закупиться пятью игроками, которые мне могут очень сильно пригодиться. Так, в селекционных задачах я могу их посмотреть. Так, какой же из скаутов игроков-то? Вот. Дэниелс. 185 сантиметров рост. Центральный защитник из Блэкпула. 21 год. Гомес также. Центральный защитник. 17 лет. И мне понравилось то, что у него скорость рывков, ну, сейчас на данном уровне, 67-77. То есть мы еще точно не знаем. Но это уже его сильная сторона. Баланс хороший у него. Сила хорошая. То есть он сможет отталкивать врагов. В принципе, пасы там и прочее мне не особо нужно. Но вот выносливость тоже, скорее всего, будет больше. Годика через два. Где-нибудь около 75. Дальше. Центральный полузащитник Вилл Хьюз. Из Дарби Каунти. 77 передачи. 71 атлетизм. Это максимальный вот его навык, который может быть на данный момент. Ловкость хорошая. Разгон. Скорость рывков не особо. Но он центральный полузащитник. Главное, что он высокий. 185 сантиметров рост. Ведущая нога левая. И, не знаю, выносливость хорошая. Реакция. Атакующая позиция мне не особо нужна. Вот ведение игры самое главное. Короткие пасы. От 75 до 85. То есть он очень хорошим пасом обладает. И это мне пригодится. Рохан Инс. Центральный опорный полузащитник. Вот про него нужно бы побольше узнать. Через 10 дней. Мы видим полный отчет получше. Вот мне понравилось, что у него основные характеристики сильные. Это выносливость. Выносливость. Скорость рывков. Как опорник. Напор. Разгон и сил. Вот прям все, что мне нужно. Дальше. Джей Родригес. Понятно. За 8,5 миллионов. По-моему он стоит, да? Нет. Нет. Не тут посмотрел. Так. Он стоит 8,5. Я почти уверен, что за 8,5 я его и смогу приобрести. Защита от 1 до 99. Примерно. Шикарный у меня скаут. Ну, про Джей Родригес можно даже особо не смотреть. Я знаю, что этот парень умеет. Дальше. Джек Батланд. Это, по-моему, уже не я его добавлял. Или я. Из Токсити. Нет. Это не я его добавлял. Это мне вот так добавили, как и Марко Муниесу. Так. Это не то. Можно, в принципе, из этого региона-то убирать нападающих. Ни Рамос, ни Чиры, и Мобили я не смогу взять. Эдгара бы подписать было неплохо. Тоже вряд ли дорого стоит. Вот. Теперь французская лига. Набил Фекир. Вот я в Ultimate Team играл его серебряная карточка. Он действительно очень хороший. Его серебряная информ карточка, вдумайтесь, стоит минимум 1 миллион монет. Ну, стоила на тот момент, когда я ее смотрел. Скорость рывков, дриблинг, ловкость, разгон, баланс. Супер шикарные характеристики для ЦАПа. Мне еще вот хотелось бы узнать, что у него с пасами дальними и короткими. Дальше форвард Джонатан Ривас, 22-летний французский. Разгон, точность удара, что самая главная сила, пенальти, прыжки. Вполне неплохие характеристики. И вот у этого тоже сильные стороны. Выносливость, ловкость, скорость рывков, прыжки, разгон и короткие пасы. Для правого полузащитника 19 лет. За 775 тысяч евро, я думаю, что я реально клевого игрока себе подыскал. Так, ну и еще там один, по-моему. А нет, это уже как Варен. В общем, давайте глянем на мой список. Наверное, тут еще кто-то остался. Так, Оскар Демаркос. Он мне нужен? Нет. Я могу его как-то... Так, удалить список интересов. Я буду сейчас удалять тех, кого я 100% уже не возьму. Стефан Деврей не перейдет, потому что недавно из Финнорда ушел. Курт из ума мне тоже не продаст Челси. Рюдигер. Вот, насчет него можете подумать. От Гарле. Дальше. Вот, Дэн Берна я еще нашел. Из Фулхэм. Центральный защитник 22-летний. Он довольно высок. 2 метра, 1 сантиметр. Представляете, 87 килограмм. И, по-моему, он довольно скоростной. Так, вот у него уже есть особенно силач. Представляете, в 22 года. Выносливость, сила. Разгон, скорее, срывков, конечно, не пишут. Если они будут очень маленькие, я, наверное, откажусь от него. Хотя, застолбить, знаете, там где-нибудь на 85-й минуте, выпустить его и зацементировать защиту было бы неплохо. Рафаэль Кальвет. Вот его мы смотрели, по-моему. Центральный защитник. Не очень прям уж высокий, но... Он довольно неплохо, как мне кажется. Дальше Донор Ван Дэниелса точно смотрели. Джозеф Гомес. У него мы хоть какие-то скиллы знаем, но уже у него, да, к 17 годам потенциал где-то примерно... Ну, 70 чем-то уже скорость рывков, 70 чем-то баланс, 70 чем-то сила. Клево. Так, Мигель Велоса. От него тоже мы отказываемся. Дальше Рохан Инц. Кевин Воланд, правый полузащитник Сфинхайма. Я думаю, что если он к нам поедет, то миллионов за 6, может даже больше. Ну, не знаю, пока оставлю немец. Если вот я всех один дешевый. Я бы очень хотел купить или Пастора, или Эмраджана, но Эмраджан к нам уже не перейдет. Ну, давайте будем теперь более-менее реалистичный трансфер пытаться делать. Я думаю, что он к нам не перейдет. Он за один с половиной пришел из Байера. И вряд ли Пуле сразу бросил. Но как игрок он мне очень нравится. Он в Ultimate Team у меня супер шикарно играет. Хавьер Пасторе. Посмотрите, какие скиллы. Какие скиллы. И что еще из этого всего может вырасти. Плюс он высокий. Но он получает очень большую зарплату. И он очень хорошо играл в Палермо в свое время. Потом как-то пришел в Пассаже. Вроде как играл неплохо. Потом вроде сдулся. И сейчас тоже не очень понятно, что с ним происходит. Но вот в FIFA я думаю, что он будет хорош. Пока не уверен. Вилл Хьюз, Роберт Холл. Я их показывал. Джей Родригес, Льюис Холби. Мой основной центральный такой же полузащитник. На несколько сезонов. Так уж точно. Я очень хочу его подписать. Надеюсь, все получится. Тогарназар. Челси вряд ли мне его отдаст. Так что, наверное, дружи. Хотя можно следить за ним. Смотреть, какие у него скиллы. Набил Фиккир. Карлос Уэлла тоже к тому же, наверное, не перейдет. Скиллы, конечно, шикарные. Он в Ultimate Team не нравится. Но больно уже дорогостоящий. Так что пока посмотрим. Вацлав Кадлиц. Тоже, наверное, не буду его покупать. Чирой Мобили. Нет. Кокорин. Нет. Айоза Перес. 27 год, 67. Форвард из Ньюкасла. Марио Балателли. Ну, только Z, скорее всего, возьму. Наша атака заиграет новыми красками. Джон Тандривас будет на замену. Оливер Торрес. Еще бы хотелось его приобрести. Шарави, наверное, тоже не пойдет. Ну и, в общем, вот Рикардо Хорта. Я его еще мало гейскал. Скорость рывков уже потенциально где-то 75. Ну, среднее значение. И большинство скиллов. Короткие посысила. Удары. Точность удара. Навес. Владимир Мячом. Дриблинг. Ну, очень хороший. Подкрутка. Он просто шикарный. На замену ДПА, например, выпустить Хорту. Я думаю, будет очень неплохо. Или того же Торреса. В общем, вот. Такие планы на трансферы. Так, на самиха с большой радостью пропустил бы следующий матч. Я устал и хотел... Нет, да. Джек Вилш, вообще без проблем. Я хотел дать тебе отдых. Я и так тебя заменял. Наверное, твое место сможет запросто занять. Серхи Роберто. Так, добавим Чемберлена. Добавим Беллерина. Акпом подустал. Уэлбек. Уэлбек, Уэлбек. Вот так. Сделаем так. Так, все-таки игроки у меня не железные. Не нужны отдыхать иногда. Так, ну и все остальные, в принципе, меня устраивают Ксени. Чемберс реально уже вырастает в 74 рейтинг. Очень классно прогрессирует. Дышили хорошие. Ксени пока держится, но я не знаю. Все-таки нужен мне основной защитник. Второй, другой. Мертезакер. Так, только на замену из... Фух, отторторил. В общем, надеюсь, вам понравилась эта серия. В следующей серии будем играть матч с Вестхэмом. В общем, с вами был Джек Шепард. И вот такая, ну, домашняя, такая уютненькая серия. Надеюсь, вы поставите палец вверх и счастливо.